здорово ну вообще по правде сказать это не это не санта клаус мне на рождество принес кстати это дверь моя туда там моя студия то я сейчас нашел единственное место которое вместит эти три коробки и с более-менее нормальным цветом так вот это не санта клаус или дед мороз и даже не снегурочка мне это принесли это мне принес даже не почтальон а как его назвать служащий федекса то есть это не почта хотя почта ну федекс почта это usps так вот что он не принес я примерно знаю но ни одной из этих вещей я не пробовал слова совсем хотя хотел одну вещь я хотел попробовать одну вещь я уже надумывал обратно себе взять и одна вещь вообще на довеском я знаю что она это она или не она здесь какие-то получил я поменял на гитару одно на три и вроде даже неплохо ну как неплохо это все зависит от того что будет в большой коробке а вы мне скажете слышали вы о таком или нет что может быть в этой коробке напишите в комментариях сундук старый винтажный пиратский еще там может быть большой кирпич который использовался при постройке пирамид и даже может быть не в египте а вот именно где-то там на юкатане или может быть в этой коробке две старые деревянные коробки которые почтальон печкин возил на своем велосипеде но об этом мы узнаем когда мы доберемся до этого начнем мы с мало до велика так сказать или как бы велика как не звонит а звонит нет мало от мала не до велика до велика так напишите в комментариях как звали вашу учительницу по русскому языку мою звали светлана михайловна по моему и когда она меня учила русскому языку ей было лет наверно 25 я сейчас смотрю взад думаю 25 лет что там можно было учить кроме как повторять то что в институте говорили в коробке находится оригинальная дичь которая использовалась достаточно много но видно что даже коробочку сохранили эту дичь это тисси электроник стихи электроник это хорошая фирма которая изобретает примочки что это за примочка я даже не знаю он мне говорит давайте примочку в довесок я говорю давай и даже не спросил нового system новая система реверп пич мод делай буст тап драйв компрессор короче вещи которые есть на всех современных пич модулей q-комп драйв короче это примочка какая-то которая наверное включается в она сама по себе тоже включается то есть в ее можно не только как примочку в лампу даю можно прям напрямую куда нет какой-нибудь кабинет но мы посмотрим я еще почитаю может быть так эксплуатации он даже сохранил оригинальный ресит то есть продажный листок блин что-то я к вам совсем близко подошел я даже не приценялся что он сказал давай эти три штуки давай просто потому что в этой коробке лежит что-то что мне более-менее интересно опять же сундук скорее всего пиратский похоже если вы пересылали пиратский сундук винтажный с острова тортуга тортуга кстати знаете как переводится не пытки черепах вот эту систему я примерно знаю что здесь и я на нее поглядывал очень очень пристально вот как раз в тот момент когда я переходил ход шум не там было xfx ультра я с xfx ультра переходил на кемпер потом я переходил обратно на xfx 2 а потом я перешел на helix сейчас я на helix и ну поспособствовал мне понятно валерий галина переходу на helix потому что у меня пресетами там совсем этим вот помогли разобраться а вот эта вещь она меня всегда особенно когда они вышли когда у меня была ультра таких вещей еще не было было переключалка ножная то есть такая штука которая подключается в xfx чтобы можно было xfx переключать ногами она была по размерам больше чем вот эта штука называлась она 101 что-то там 101 короче я когда у меня она была она не же там экранчики там вот эти все кнопочки на этой 101 переключалки ножной и думал вот чё блин почему никогда xfx вот не догадались вместо xfx и переключалка нужно сделать все в одном и именно ножным переключением то есть чтобы не вставлял кто-то враг там и так далее раковые пусть остаются а вот что было как бы xfx но переключалка совсем вместе на полу стоявшая то есть как вот знаете ну раньше короче как были эти все как назову принципа мульти мульти это процессор и вот когда вышло вот это fx8 я такой думаю все надо брать нафиг надо брать fx8 потому что это то что должно было случиться и я если честно хотел брать его потому что у меня ж было xfx ультра потом кемпер потом xfx2 xfx2 я тоже как-то не это самое а ну потому что я взял helix но вот после fxx2 я хотел взять именно fxx8 попробовать потому что марк 2 потому что это именно именно то что я думал она будет и он мне поставился шанс его попробовать кстати он он его тоже назвал как было второе гитару гитару такую почему вежье я свой начал менять продавать и так далее звуком она особо не отличалась удобство все хорошо там анкера нету но звуком она не отличалась вот такое было средненькое такое что-то вот как называется блэнд то есть серенький такой звук ну то есть вот как у меня сейчас лсс лс л лс л гитару еще своем покажу примерно такой же звук вот один в один то есть гипсон лас пол хороший да там вот если он звук есть он есть а вот вот в вежье ну вот все игралось хорошо удобно я была на вид такая вежье и звук у нее ну как там понятно что играть можно если бы она одна у меня была то это все да можно было играть абсолютно постоянно вот так на контрасте с другими гитарами которые у меня есть она она как-то померкла немножко и потом я поставил на продажу просто спрашивали как покупать спрашивали но снова менять от и их их тоже их на мостном так деньги тратить не хотя хотят попробовать такие гитары как вежье но не за деньги то есть надо что-то поменять и вот он мне предлагал но сначала мне предложил пози как он не было на это у меня там есть и ну усилки то я написал я всегда там писал что в усилках не интересую как у меня феликс есть а усилки они большие там и так далее пересылать морока усилками я вроде интересно мне царит это точно все какие-то не надо говорит у меня там есть там усилок я к нему могу в придачу кинуть там fx 8 и вот эту педаль я педали я сначала подумал ну когда он сказал педаль нового там вот это что-то педаль я думал там маленькая знаете какая засада только что произошло обидно я не смотрел на камеру потому что обычно когда ты разговариваешь на камеру ты стараешься не смотреть туда вот потому что тогда ты получаешься косоглазым данную это так водили когда у тебя на телефоне открывающиеся такого кошка того кошка не сможет на смотреть в камеру то есть самую дырочку всегда самую дырочку смотришь ты не замечаешь что время не идет вот так вот я минут 15 наговоренного распакова моего времени ушло в никуда потому что телефон периода самое на нем было там видосов на 15 часов я только что удалил короче вот такая засада но что получилось сундук пиратский с острова тортуга я накрыл обратно коробкой потому что спина моя не выдержит сундучок обратно вставляет там запаковывать и так далее забыл сумму тету но это мы сейчас посмотрим так вот по моему я там остановился на достачи или доставание это не это fx и я вам нам что-то рассказал уже не помню где я закончил но сейчас если чего там я повторюсь что поменял я это на гитару поднял я на гитару в ежи почему я поминал на гитару в ежи и потому что плана такая ну среднячок хороший среднячок звучало средненько выглядело средненько короче все в ней было средненько кита у меня сейчас на и кучнейшая куча то есть самая большая у меня сейчас коллекция напишите в комментариях хотите сделать них посходите посмотрели хотите чтобы я сделал видео от самой дешевых самой дорогой то есть посчитать сколько у меня там все всего денег не хватит гитарах по моему сейчас самая большая даже по сравнению с теми которые были там коллекции которые делают эти видосы там от и до вот самой ту самой ну так вот поменял эту веже на эти все три коробочки и он мне сначала говорит ты на усилители меняешь а и ну не хочешь на усилитель потому что я там на усиление а я написал я у меня другие гитары системами усиления всякими не не это самое не интересуюсь потому что у меня есть системы усиления давно здорово помните и удержался два месяца назад молеками почти как руки размерами он не пишет может все-таки рассмотреть что-то вот надо мне этот веже там и так далее кстати скажите поменялся хорошо или нет сундук пиратской видите и он не там xfx и в смысле не xfx 8 фрактал есть сундучок есть старинный пиратский давай а эти еще придачу примочку типа кину сначала думал что это маленькая что-то было или будет узнал что целая система мне даже не посмотрел что было и давать примочку все я уже я уже заинтересовался fx 8 всегда хотел попробовать и я задумывался о пиратском сундучки уже какое-то время там же наверно вот с переезда думаю уже переезжать никуда не собираюсь думаю может взять мне пиратский сундучок ну или кстати а вот ну понятно что это не пиратский сундучок это я уверен что многие из вас подумали что там о фраку пиратский сундучок но пиратский сундучок идет с переключателем ножным который в это минус то есть нет втыкачки перри втыкачки но есть 2 втыкачки перри втыкачки на другом конце провода тоже какой-то непонятный минус обычно ему одну сюда одну сюда и погнали здесь вот такая система то есть что мне говорит это так более винтажный сундучок чем он может быть но я снял вам распаковывал историю германии чуваком как не раскладывать и все она не записалась так вот бог нер и бог на его часто путают с другим ламповым усилителем который более дешевый называется бугера бугера это наверно самый дешманский ламповый усилитель и не сильно что-то их хвалят опять же это так как харли-бентом мире гитар бугера в мире чисто ламповых усилителей кнопочки кстати крутятся хорошо знаете вот как по усилителям я говорю а вы не верите проверять да вот эту всю электронику это как плавно двигаются кнопочки то есть если она переключал когда как как дешманс чувствуется а здесь плавный такой ход так надо рекой мы не то ли знаете то есть как уладкая крутилка без всяких опознавательных знаков на ней так уж крутишь вот я помню не то что там будет 1 до 10 вот здесь примерно такой тоже нет нет ни нуля ни десяти нет ты так по цифру новому алфавиту как говорится или по факту алфавитному блату переключаешь здесь есть bright здесь есть bright потому что это двухканальный полностью ламповый потому что его еле с коробки достал и знаете лучше еще и заблуждения могут быть начинающих гитаристов они могут думать что чем больше ватт усилители тем будет больше вес а этот вроде бы как 20 ваттовый ламповый усилитель не ватный ватный усилитель что хорошо здесь кстати есть вот такая штука которая идет я не знаю куда она идет в какую-то штуку внизу подключал то есть это сам усилитель из усилителя отходит руки как которые идут на на студийные мониторы боясь показаться дилентантом я чуть ли не хочу сказать что его можно в студийные мониторы знаете как у вас на компьютере собачить и играть на это мы посмотрим короче модель это называется шива шива mortal kombat кто играл и я только что высунул красный и белый думая что всовательные каналы тоже будут по цветному отличаться но нет они оба белые поэтому не надо будет перематывать видео назад и смотреть на на удачу я не знаю что это за штука надо прочитать кто знает напишите в комментариях зачем вот эти красно-белые тюльпантики всовываются вот вот эту штуку которая прикручена к низу голове головы какой-то наверно дополнительный реверк я не знаю не реверк вот реверк channel 1 реверк channel 2 переключалка channel select 12 не 1 плюс 2 плюс и 2 а еще и один то есть 121 плюс 2 плюс все это значит я не знаю короче вот такая штука непонятно но ламповая ламповая богнер богнеры люди хвалят теперь к нему надо будет какой-нибудь это штуку покупать интересная штука на канале тюбэмп кет она может быть там где на купила какую-то штуку куда она свалил ломповую голову такая штука маленькая меньше даже чем эта примочка она едва втыкнула и потом из нее вытыкнула и втыкнула в мониторы и эта штука она там аттенуирует все это дело а еще она вот что может лампу через себя пропускать и втыкать лампу в мониторе вместо кабинета именно кабинета поэтому надо будет посмотреть может мне дина подсоветует куда еще это втыкается ну а xfx 8x 8 и тоже очень интересно попробовать может даже сравнить его с helix а вот что мне в этих штуках не нравится абсолютно от слова совсем это вот это рытье то есть понятно что там пресетов не будет таких которые тебе понравится надо рыться и рыться и рыться и рыться и посмотрим короче такой напишите в комментариях как я поменялся удачно или неудачно если честно даже не приценивался сколько стоит бог на сколько стоит нового нового вообще думала и маленькая fx 8 ну там они где-то чё там был уж на я не идут от 750 это так если хорошо до 900 где-то так но она не знаю обогнар шива 20 не знаю вообще на видно что она какая-то старенькая хотя кнопочки кнопочки крутятся хорошо стендбай off и play все в одном тумблеры что хорошо обычно что два до стендбай и типа of нет of он и стендбай не ставим по здесь вот of стендбай play вот стендбай вот of вам всем даже не буду на на вам всем огромное спасибо за то что смотрите канал гитарной истории даже такие не гитарные истории но связанные с гитарами например бог норовские огромное спасибо если на струнке заходите захотели вы себе купить богнер усилителя он вдруг на струнках есть вы там гитарные истории используйте промо код и если он стоит 1000 долларов вам за это даются скидка в 7 процентов это сколько это сколько будет тогда 70 бакс не до 70 баксов дается скидка за 70 баксов можно еще и струнку пить три басовых набора и на них тоже будет использоваться моя скидка то есть там еще так короче можно как в пирамиду ммм играть сэкономили с богнера купили струны там еще там и так далее огромное спасибо спонсорам патронам всем вам кто ставит лайки всем тем вам кого еще дизлайковая кнопка работает тоже спасибо короче всем вам до следующего видео на канале гитарной истории только интересные гитары и усиливающие их предметы и и Редактор субтитров А.Семкин